До обеда областные парламентарии прослушали выступления начальника УНВД области Михаила Давыдова и сельхозминистра Михаила Маслова. Первый доложил об итогах работы полиции в прошлом году, второй о положении дел ВПК и подготовке к весеннему севу. Какой-либо оживленной дискуссии по первым вопросам не было, но уже третий стал предлогом для политических споров. Речь о выборе заместителя председателя законодательного собрания. По решению Сергея Грачева, который имеет право принимать его самостоятельно, в бюллетень для тайного голосования кандидатов вице-спикеры была внесена только одна фамилия – депутата Александра Трубникова. Фракции КПРФ и Справедливая Россия предложили альтернативного кандидата – лидера областных коммунистов Владимира Новикова. Однако большинство депутатов это предложение не поддержало, и в результате тайных выборов 28 голосов было отдано за Трубникова. Во-первых, он оренбургский, потому что много работы в том числе и в Оренбурге. Во-вторых, человек, который уже не один созыв работает в законодательном собрании. Ну и, что немаловажно, это человек, в общем-то, коммуникабельный, человек, который привык работать с населением. После выборов вице-спикера депутаты продолжили работу по повестке дня, которая только по проектам областных законов содержала более 30 вопросов. Виталий Дерябин, Семен Воробьев, Новости дня.